Поэтому он находится в покое, а в некотором смысле мы еще в состоянии войны. Потому что битва уже побеждена. И все же нам придется проходить через процесс. И также это огромное утешение знать, кто победит. Потому что он находится в покое, пока не подчинятся его враги. В Ефесянам 5, 1-2. Итак, подражайте Богу, как чада возлюблены. И живите в любви. Как и Христос возлюбил нас. И предал себя за нас. Приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Благодаря жертве воскурения, Бог мог понюхать это благоухание приятное. Этот аромат, который как бы его удовлетворяет. И аромат жертвы Бога приятен Богу. Апостол Павел говорит, Мы благоухание Машиаха для Бога. Для тех, которые погибают. И для тех, кто спасен, спасается. Я раньше думал, что мы благоухание Машиаха для людей. Ранее думал, что мы благоухание Машиаха для людей. Но так не говорится. Это говорит, что мы благоухание Машиаха для Бога. То есть мы живем своей жизни для Него. И когда мы живем для Него, то Он окружает нас людьми. И для некоторых мы будем благоуханием жизни. Для некоторых мы будем благоуханием к смерти. И мы благоухание присутствия Божьего в мире. И когда мы молимся и просим, чтобы Он помещался среди правильных людей, то какое-то наше благоухание должно их привлекать. И Бог будет иметь дело с их сердцами. И они будут видеть нашу жизнь. И будут спрашивать, что же Он дает надежду. И то, как мы должны смотреть, это не на людей, но на Бога. И таким образом мы становимся благоуханием. Первое Коринфянам 5, 7. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом. Так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша Христос заклан за нас. И вы отходите, и потом повторяете то же самое вещи, в чем были обличены. Бог говорит вам, вы смотрите в Слово Его, Бог говорит вам, не делайте этого. И вы отходите, как бы забываете об этом. Или же какой-то у вас грех есть, и вы знаете, что Слово говорит, не делайте этого. Я думаю, что все мы можем как-то себя отожидеть с этим. Когда мой сын умер, он ходил в школу, он учился в школе, где я преподавал. И учителя его любили. Они говорили ему о его ценности. Они говорили ему, мы верим в себя. Что у Бога есть цель для твоей жизни. И он такой вдохновленный, потом возвращался домой. И он забывал, как он выглядел. То есть, он общался потом со своими друзьями, и он забывал то, что говорит Бог о нем. Поэтому постоянно у него такая борьба была. И возможно, все мы в какой-то степени тоже внутри такое переживаем. То есть, насколько мы цены для Бога. Так, что он надал свою жизнь за нас. Поэтому Писание говорит нам не только мельком просмотреть в это зеркало и потом уйти. Но смотреть внимательно. Сфокусироваться. Размышлять. И кто так делает. И как называется он законом свободы. Вникнет в закон свободы, будет пребывать в нем. Пребудет в нем. Нам нужно практиковать послушание. И нужно пребывать в нем. Ухватиться за него. Я буду послушен Слову Божьему. Я не буду забывчивым слушателем. Но буду активным исполнителем. И когда у нас что-то не получается, мы возвращаемся назад. К Слову Божьему и снова внимательно всмотримся. И будем достигать Бога. И станем послушными. И потом говорится, блажен будет этот человек в своих действиях. Тому важно не только слышать Слово. Но также исполнять Слово. Иисусуа говорит, Если кто слышит Мои слова и исполняет их, Он будет как человек, который построил свой дом на камне. И пришли воды, потоп, И подошли к дому. И дом устоял. И не упал. Также Он говорит, Тот, кто слушает Мои слова и не исполняет их, Тот человек как бы строит свой дом на песке. И пришли воды, И налегли над дом тот, И было великое Его падение. Какова разница была между теми двумя людьми? Ведь они оба услышали Слово. Оба они услышали Слово. Только один решил воплотить Его. А другой не применил Его. И одинаковые воды налегли на оба дома. И у верующих такие же трудности, Как и у людей в мире. Но вы стоите ли в ваших трудностях, Зависит от вашего послушания Слову. И поэтому, как и зеркало в умывальнице Отражало образ священника. И зеркало Слова Божьего Отражает нас также. И открывает нам, кто мы такие. И нам нужно фокусироваться на этом. Потому что Божья любовь к нам идеальна. Вечная. И она никогда не изменится. И ничто не заставит Его изменить Его любовь к вам. Однако мы быстро забываем об этом. Эфисианам 5.25-26 Мужья любите своих жен. Как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее. Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством Слова. Так же, как и священник, который сначала приносил жертву. И они освящались через кровь. Подходил к умывальнице и омывался. Так же самое слово омывает нас. И изменяет нас. Римлянам 12.1-2 И так умоляю вас, братья, милосердием Божиим Переставьте тела ваших жертву живую, святую Благогодную Богу для разумного служения вашего И не сообразуйтесь с веком сильным, преобразуйтесь обновлением ума вашего Чтобы вам познавать, что есть воля Божия Благая, угодная и совершенная Поэтому первое начинается с того, что мы себя представляем как живые жертвы Чтобы мы свою жизнь отдали Чтобы мы сказали, что Бог, я полностью тебе принадлежу Не частично, не частями только Но я сделаю все, что ты хочешь, когда ты хочешь Независимо от того, когда ты захочешь Это логично, это, в принципе, понятно Если Бог свою жизнь отдал за нас Тогда мы свою жизнь должны отдать за Него Когда мы так делаем, мы не сообразуемся с миром Но мы преобразуемся изнутри и снаружи И обновляем свой ум Также обновляем наши мысли, наш образ мышления И когда мы читаем Слово и усердно смотрим в Него То наш ум обновляется Помню, когда я был только в обращенном Сразу после того, как я стал верующим Сразу искушения начались И чем больше я сопротивлялся Тем больше я фокусировался на Слове И эти искушения, они стали терять свою силу надо мной Все еще происходит определенная борьба На протяжении всей христианской жизни И также те искушения, которые были в начале Не должны нас беспокоить дальше Потому что мы движемся вперед Мы идем вперед И у верующих есть судьба Судьба заключается в том, чтобы преобразоваться в Его образ И это происходит только, когда Дух Божий работает в нас И когда какие-то искушения происходят, и Он нас избавляет от них То есть происходит процесс освящения И затем какие-то другие испытания, и затем дальнейшее освящение Поэтому наша дорога идет вперед и вверх всегда Павел говорил, что я иду вперед Чтобы достичь высшего звания В Ишуаха Мошехе И в этом процессе мы начинаем понимать волю Бога для нашей жизни Бог требует, чтобы мы понимали Его волю Для этого необходимо послушное сердце Он не будет свою волю являть бунтарю Только когда мы подчинимся от всего сердца Ему нравится свою волю говорить нам Поэтому мы так можем знать, что Бог за нас, а не против Следующее, за покрывалом, светильник Можете записать Иоанна 8.12 И Матфея 5.14 И Иоанна 8.12 И Иоанна 8.12 Я свет миру Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме Но будет иметь свет жизни Когда Он говорил это, возможно, Он говорил На фоне света в храме И если будете следовать за мной, вы не будете во тьме ходить И что у вас будет свет жизни Как тот стих из Псама говорит, что Свет сеется как семя для праведников Иногда, когда мы в большой тьме Трудно, и мы не понимаем, что происходит И, возможно, Бог даст нам небольшое семя в виде Писания То Писание, которое даст вам надежду И все еще может быть густая тьма вокруг Будет семя света Помню о своих трудностях Я шел на церковное служение И там проповедь была о том, как Петр вышел из лодки И когда он шел по воде Потом он начал тонуть Я запомнил одно предложение его Он сказал такое предложение Все, что находится над нашими головами Находится под его ногами Все, что выше нашей головы Все, чем мы не можем справиться Находится под ногами Ишуа У него есть власть У него есть сила И он не потерпит поражения Это было для меня как семя света И в трудностях этих я продолжал возвращаться к этому семени Ничего, которое он не понимает О том, что я прошу Ничего, которое он не понимает О том, что я прошу Поскольку Бог понимает все, через что я прохожу Он всемогущий Он всезнающий И он вездесущий в любой ситуации И вы не сможете от него спрятаться Это дало мне большую надежду И знаете, что это семя света Становилось ярче И еще ярче И еще ярче Пока не настал полный день Как в Салмах говорится Путь праведника Как заря, которая все ярче и ярче становится До полного дня Поэтому, если вы проходите какую-то тьму Просите, чтобы Бог дал вам семя света И он даст вам И он даст вам Если вы доверитесь ему, он даст его вам И это семя начнет расти И будет становиться все ярче и ярче Поэтому Иешуа сказал Я свет миру Кто будет ходить за мной Не будет ходить в тьме Я дам ему свет жизни Матфея 5, 14 Теперь Он говорит, что не только Он Но мы Вы свет миру Город, стоящий на холме Не может укрыться И Бог призывает нас быть носителем того же света Иешуа живет в нашем сердце Он свет в нашем сердце И мы не должны скрывать этот свет Мы не должны прятать под корзину Но мы должны Так сделать, чтобы этот свет все видели И вокруг густая тьма Люди во тьме по всему миру И они ищут надежду И у нас есть ответ Это Иешуа в нас, надежда славы Поэтому пусть ваш свет светит И там Писание также говорит, что Чтобы люди увидели ваши добрые дела И прославили Отца вашего небесного Поэтому, когда мы живем Мы добры к тем, кто нуждается в доброте Мы милостивы к тем, кто нуждается в милости Даем воду, кто жаждет Мы даем любовь к тем, кто трудно любить И они увидят ваши добрые дела Потому что Иешуа живет в вашем сердце И они прославят Бога Поэтому у нас есть дело Это позволить, чтобы наш свет светил И Иешуа это самый основной свет в мире А мы же как бы вторичный свет И когда он светит через нас Вторая принадлежность в святилище Это стол хлебов предложения Можете записать Иоанна 6, 35 Иисус же сказал им Я есть хлеб жизни Приходящий ко мне не будет алкать И верующий меня не будет жаждать никогда Вчера мы говорили также об этом хлебе То есть Иешуа – наше дневное пропитание Нам постоянно нужно есть Его хлеб Его питание Поэтому каждый день мы питаемся от Его Слова И каждый день мы питаемся в поклонении И как Писание говорит Пожарайтесь исполняться Духом Это наше пропитание Наше обеспечение в жизни Теперь посмотрим на жертвенник воскурений Должен быть квадратный Но он не квадратный То есть священник полагал Как воскурение И этот аромат поднимался Откровение 5, 8 Можете записать даже Откровение 5, 8 И когда он взял книгу Тогда 4 животных и 24 старца Пали перед Агнцем И имея каждый гусли и золотые чаши Полный фемиама Которая суть молитвы святых Поэтому фемиам – это символ молитвы Иисус был нашим самым великим ходатаем Также он говорил, что Я молюсь, чтобы вы были едины Так же само, как мы едины Отец и Я Иисуса молился об единстве среди верующих И так же бремя, которое есть на моем сердце Это единство верующих Я посещаю церковь, которая не мессианская община Но что радостно Что уже 8 лет Я был в этой церкви И за эти годы мы общались с пастором И мы говорили о корнях О еврейских корнях Которые были отрезаны И о факте того, что языческие ветви были привиты Я говорил, что эти ветви отделились от корня И говорят, мы церковь, мы церковь Но они отделились от корней И в результате у них нет этого питания, которое поднимается через корни И в течение двух тысяч лет Бог культивировал эти корни Поскольку евреям принадлежит закон, потом служение в храме Поэтому очень большая забота была о корнях И все же многие в церкви отделяют себя Как дикие ветви И в результате они не могут принимать тот сок, который приходит от корней Поэтому одно из тех времен, которые я имею Это помочь церкви возвратиться к этим отношениям И как говорится, что в Ешуа стена разделения между язычником и евреем пала И все больше и больше христиан понимают это Больше и больше церквей в Штатах проводят пасхальный седр Потому что они начинают понимать важность корней Я думаю, что в наше время Бог это делает Если Он сделает евреев и язычников одним целым в Ешуа То Он будет работать над евреем в мессианском движении Также будет работать с языческими церквями И Он соединит их вместе Чтобы мы были одним И как Ешуа молился, сделай их едино Чтобы я был прославлен Для славы Божьей евреи и язычник соединяются вместе в Ешуа Поэтому это очень радует Я бы очень принял ваши молитвы Чтобы языческая церковь Понимала это Или принимала это И это очень обогатит Чтобы ходатайственная молитва Ешуа не осталась неотвеченной И Он ответит на нее Это жертвенник воскурений великого ходатая Также Он призывает нас быть ходатаями Когда я жил в Израиле в 1976 году Это был год, когда Иди Амин был президент Уганда Иди Амин Иди Амин Президент Уганда был Какие из вас помните Энтеби рейд? Или слышите о Энтеби рейд? Энтеби? Что это Энтеби? Давайте попробуем снова Энтеби 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 Двадцатьвосьмого июня 1976 года Был захвачен самолет во Франции террористами Там были евреи на самолете, они направлялись в Африку, в одно место. Палестинцы захватили, Палестинская армия освобождения. Это произошло 28 июня 1976 года. Несколько дней до того, в Израиле я жил в кибуце, и там было еще 30 верующих. И нас попросили верующих, которые там были, чтобы отпраздновать 4 июля, День независимости. То есть, те, кто из кибуца, они нас попросили, чтобы мы организовали этот праздник. И вся страна просто была в трауре, потому что там были сотни евреев на самолете. И наша группа верующих сказали, что мы будем молиться об этом. И неделю мы молились и постелись. 3 июля, я с другом, went out to the volunteer house on the kibbutz and began to pray. Volunteer house. To just a little place and began to pray. Просто мы пошли в один здание или дом и начали там молиться. У нас было очень большое бремя. Мы просто лежали, стонали в наших сердцах. В ходатайстве. Мы даже много не говорили, просто лежали лицом к земле. С этим огромным бременем на нашем сердце. Примерно через час это бремя ушло. Просто мы остановились и начали поклоняться. И в тот вечер мы потом, была у нас встреча, собрание в бомбоубежище. Мы начали поклоняться. И два часа поклонения длились. И пришла очень сильная слава Божья. И мы знали, что что-то произошло в духовном мире. И следующее утро мы встаем, просыпаемся. И что произошло? Израильская армия полетела в то место, в Африке и освободила заложников. Это было 4 июля. День независимости Америки. И мы знали, что Бог ответил на это ходатайство. Мы возвратились в кибут. В столовую. И со всеми теми остальными евреями, не верующими. И мы свидетельствовали о верности Божией Израилю. И также о усилии ходатайства. Я думаю, что основание Израиля очень сильно связано с ходатайством святых. Поэтому Бог будет использовать нас для свидетельства. Ишуа был ходатаем. Если Он живет в нашем сердце, тогда мы также ходатай. И Бог может изменять целое направление народов. И все же для этого нужна молитва ходатая. Это было в 1976 году. В прошлом феврале, в этом году, Я снова приехал в тот кибутс в Израиль. Я приехал к другу. У меня есть фотография своего друга моего. Он не верующий. Он был в 1976 году. Он все еще не верующий, но вот что он мне сказал. Он говорит, что те годы, когда верующие вы жили в том году в кибутсе. И еще несколько другие лета, когда они там были. Он говорит, что все эти годы, это были самые особенные годы в кибутсе. Он приходил в то убежище, бомб-убежище и слушал наше поклонение. И в этот прошлый феврале он сказал мне. Он говорит, что я все еще пою эти песни поклонения. То есть, что это мне говорит, что лист зелен еще. То есть, плода еще нет, но листья еще свежие. Поэтому можете молиться об этом человеке, чтобы Бог свою жатву собрал и чтобы этот человек принял Ишуа. Его зовут Шмулик. Шмулик. Его зовут Шмулик. Как Самуил, в Hebrew, Шмулик. Шмулик. Шмулик, но это как граффейн. Я его не видел тридцать лет. Я верю, что Бог дает это увеличение. Некоторые садят, некоторые поливают, а некоторые собирают. Нужно, чтобы кто-то сейчас пришел и собрал эту жатву. Поэтому можете молиться о нем.